Крошку ангела Крошку ангела Крошку ангела Все кичатся друг пред другом Каждый хвалит сам себя На соперника с испугом Или с завистью глядя И на улицу понурясь, ангел вышел Боже мой, научи, кому бы мог я Дар отдать бесценный Твой И на улице встречает ангел Крошку Он стоит, елку Божью озирает И восторгом взор горит Елка, елочка, захлопал он в ладоши Жаль, что я этой елке не достоин И она не для меня Но неси ее сестренке, что лежит у нас больна Сделай ей такую радость Стоит елочке она Пусть не плачется напрасно Мальчик ангелу шепнул И с улыбкой ангел ясный Елку крошки протянул И тогда каким-то чудом С неба звезды сорвались И сверкая изумрудом ветки елочки впились Елка искрится и блещет Ей небесный символ дан И восторженно трепещет Изумленный мальчуган И любовь узнав такую Ангел, тронутый до слез Богу весточку благую Как бесценный дар принес Это стихотворение называется «Божий дар» Написал его в 1854 году Федор Михайлович Достоевский Через 160 лет оно не потеряло актуальности Также соперничают друг с другом За внимание и подарки дети Также остались при человеке Его немощи и его добродетели Многотрудно и терпеливо С упованием на помощь Божию На время побеждаемое Или наоборот взращиваемое И все так же многое все еще живет На свете чистых и добрых крошек С горячей верой и искренним желанием Подарить счастье тому, кто очень в нем нуждается Радость Рождества для детей Донбасса Под таким названием прошла По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря Благотворительная ярмарка У Свято-Владимирского собора в Херсонесе В преддверии светлого праздника Рождества Христова Эта ярмарка уже четвертая у нас Первые три ярмарки Выручка с этих ярмарков Пошла на помощь детям детских домов Дома малютки А наша сегодняшняя ярмарка Посвящена помощи детям Которые находятся в таких регионах Как Донецк и Луганск Выручка с этой ярмарки Пойдет на приобретение медикаментов И продуктов, которые сразу будут Отправлены в эти неспокойные регионы Эти ярмарки помогают нашим детям Уже на практике реализовать Такие душевные качества Как милосердие, сострадание, любовь, жертвенность Благотворительную ярмарку детского творчества Подготовили воспитанники Воскресной школы Свято-Владимирского кафедрального собора В Херсонесе и творческой мастерской Светлица при Севастопольском благочине Если что-то мы делаем вместе То и возможности помочь у нас больше И можно делиться друг с другом знаниями Делиться друг с другом какими-то умениями Поэтому собираясь вот в такие ярмарки Пусть это будет ярмарка Пусть она будет небольшая Пусть это будет там два-три раза в год Когда они там собрались, поработали, сделали Но таким образом они понимают Что в светлый праздник Рождества Можно не только получить подарок Ждать, написать письмо Деду Морозу И заглядывать под елку 7 января Но также можно и подарить другому радость И через эту радость На самом деле Они пусть постепенно Но приходят к осознанию того Что когда ты даришь То в сердце поселяется еще большая радость Чем когда ты этот подарок получаешь Среди ассортимента ярмарки Творческие работы, сделанные детьми С особыми потребностями Из областного дома-интерната Города Ровеньки Луганской области Там здоровых нет 198 детей Самому маленькому 4 года Вот я о нем могу сказать Что этот ребенок Ему на болезнь Я не знаю как называется Но нельзя есть белковую пищу Мясо все это дело Ему отдельно готовят Вот сейчас на данный момент Ему нет лекарства Лекарство очень дорогое для него Я знаю что нет лекарства Вот эти поделки У них есть комната Музей целый Там Честно Это просто передали То что вложить можно довезти Там Дороги разбиты Все довезти очень тяжело То есть Все это тема А делают они Делают они для того Чтобы сейчас нет лекарства У них психические расстройства Как мне директор объяснил Ну Чтобы ребенка успокоить На чем-то занятия И у них есть Преподаватель Очень хорошая художная женщина Она еще я Это самое Она организовала Вот эти мастерские Полностью И Они занимаются Это Ну как Как будто У них Получается Это лечение То есть Когда Ребенок Выполняет Какую-то Работу Вот это Художественную То есть У него Идет психологическое Лечение Я только собственно Сопровождал Помог отвезти Это все дело С ним Потому что тяжело Мы доставали Очень тяжело Транспорт Вот И дорога Конечно Была очень сложная Это ровенький А чем дальше Еще уходим К линии фронта Это Красная Луч Антрацит Снежное Одинакиево Там вообще Катастрофа В детских домах И школах-интернатах Подготовка к ярмарке Это труд Нужно выйти из дома Прийти в воскресную школу Нужно найти на это время Когда в дневнике каникулы Друзья зовут гулять А в театрах Идут новогодние представления Ребенок встает перед выбором Результат которого Проверка для взрослых Проверка того Насколько родители И педагоги Смогли воспитать В ребенке Чувство сострадания Милосердия Желание дарить кому-то Свое время Свое тепло Свою любовь Делать добро Просто так Не ожидая Ничего взамен Мне кажется Дети детям Должны помогать Потому что Дети Мы как Дети рождаются И мы получаемся Все друзья И как бы Дети Все дети мира Это такая Одна большая семья Мне кажется Мы все друг другу Должны помогать Маленькие Еще не могут Работать Как мы А мы им можем Помочь Дать деньги И чтобы им было Лучше И радостнее Мы можем делать Поделки Разные А к нам Люди Приходить Покупать У нас будут Деньги Сами делали Да Все решили Работа Ой какие молодцы Это что такое Вот елочка Это вы для детей Донбасса делаете Своими руками Деньги Покупаем продукты Отправляем им Посылки Или игрушки Детям Чтобы у них был Хотя бы Маленький Праздник Сочувствуйте Мы все Сочувствуем Конечно Этим бедным Деткам Желаем Рождество Чтобы вот Кусочек Радости Да Тоже Детям Донбасса Современные дети Часто живя В комфорте Не задумываются Что такое Настоящая Нужда Наши дети Не всегда Могут понять Что значит Не иметь денег На еду Или на лекарства Или остаться без крыши Над головой По этой причине В детях Притупляется чувство Сострадания ближнему Та милость сердца Которая заложена В ребенке Изначально Богом И чтобы милосердие Не угасало В детских сердцах Очень важно Привлекать их К благотворительности Впрочем Это касается И взрослых Тогда В любой критической ситуации Становится очевидным Ответ Кто же должен помочь Должен помочь Каждый человек Который считает Себе человеком Каждый христианин Который называется Христианином Если у человека Нет таких качеств Как любовь Сострадание Милосердие О которых мы уже говорим То он не является Полноценным человеком Не является полноценным христианином И эти качества Мы стараемся Привить нашим детям От самого детства Конечно Здесь не только Работа воскресной школы Здесь И видна работа Родителей Сейчас Выходя во двор Мы часто видим Что детей почти нет Во дворе Никто не гуляет В основном Дети Дети Сядут компьютерами Смотрят Телевизор Играют в игры И У меня четверо деток И я вижу Как мало детей Сейчас занимаются Вообще творчеством В целом Мы же стараемся Приучать детей К творчеству Ходим В всевозможные кружки Для этого Рисования Лепка Вышиваем С детками Чтобы Свободное время От школы Они старались Что-то делать Своими руками То есть Как бы С детства Я стараюсь Приучать детей К труду Крайне важно Чтобы дети Воспринимали Чужую боль Как свою собственную То что Происходит Совершенно Совсем Недалеко от нас Каких-то 500-600 километров Рвутся снаряды Погибают дети Голодают Взрослые Пожилые люди И Вот эта выставка Которая Ставит собой Целью Объединить И понять Что это горе Общее А не к чьему-то Отдельно Очень важный Момент Воспитание Наших детей И они Я надеюсь Никогда не станут После этого Безразличны И равнодушны К чужому горе Я желаю Мира и добра Я желаю Этим детям Счастья И чтобы у них Всегда Было на душе Радость Я желаю Этим детям Счастья И мира Я желаю Счастья Здоровья И мира У них И вообще Мир Я желаю Счастья Здоровья Я желаю Счастья Здоровья И чтобы Они Скучились Выздоровеют И все было У них хорошо И в сердце Ты свое Войдешь Как в храм Звучали на ярмарке Слова рождественской Песни Которую пели дети Как важно Чтобы каждый ребенок В светлый праздник Рождества Христова Вошел в свое сердце Как в храм В храм живой веры Добрых дел Чистых помыслов Готовый дарить тепло И любовь И любовь Всем Кто в ней Нуждается Ночь тиха Не взоров лишних Вот пропели петухи И вместе с ангелови вышних Славят Бога пастухи Ясли тихо светит взору По зарям Мариили Звездный ход Гном уход Слухом трепет Навринит И над ним Стоит высоко Та звезда Далеких стран С ней несут Царей с востока Злато свернул И льва Ночь тиха В отверде цыпы Звезды южные дрожат Очи матери с улыбкой Пьясли тихие глядят Ни ушей Ни взоров лишних Вот пропели петухи И вместе с ангелами вышних Славят Бога пастухи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok